Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Правда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске 40 тонн зерна в час на новом зерноочистительном комплексе. Классику удобнее смотреть в новых креслах, где Митровградский театр-студия «Подиум» открыл новый сезон. Впервые на ульяновской сцене прошли концерты российского национального молодежного симфонического оркестра. 1 октября в России отмечается День пожилого человека. 40 тонн зерна в час в Новом Лаклинском районе запустили новый зерноочистительный комплекс «Агроконцепт Волга». На предприятие побывал Сергей Морозов. С места событий наш корреспондент. В Новом Лаклинском районе запустили новый зерноочистительный комплекс. В него входит 6 складов общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров. Готовое зерно, произведенное в хозяйстве, идет на кормовую базу «Свинокомплекс интенсивного кормления Новом Лаклинский». В смену производственной мощности выставляет 500 тонн. При этом данное предприятие в этом году также реализовало ряд инфраструктурно-инженерных таких, скажем, сооружений. Это построили 6 крупных зерноскладов общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров, хранение 23 тысяч тонн зерна. Строительство зерноочистительного комплекса – проект инвестиционный. Общий объем привлеченных средств составил 66 миллионов рублей. Реализация проекта позволила увеличить приемку зерна на 18 тысяч тонн и создать новые рабочие места. С работой нового комплекса ознакомился Сергей Морозов. Он отметил, бюджетную поддержку аграрного сектора необходимо увеличивать. Еще раз повторяю, 2 миллиарда 960 сегодня есть. Депутаты практически пробили дополнительные деньги, и тогда, получается, из 2 миллиарда 960 у нас может получиться 3 миллиарда 540. Напомним, поддержка сельхозтоваропроизводителей доступна благодаря программе. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. И входит список национальных целей, озвученных президентом Владимиром Путиным. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Улправда ТВ. Будут следить тщательнее. В Ульяновской области появятся новые региональные мобильные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Глава региона подвел итоги работы за 9 месяцев регионального государственного экологического надзора. Подробности у Натальи Чумаченко. С раннего утра на территории школы номер 75 в 25 метрах от здания губернатора ждала делегация, состоящая из экологов, местных жителей и представителей государственных надзорных органов. Губернатору рассказали о работе поста наблюдения за загрязнением атмосферы в новом городе, который функционирует уже год. В результате деятельности производства у нас все-таки выбросы происходят в атмосферный воздух, иначе современная жизнь невозможна без прогресса. Но этот формадигет мы высокого, экстремально высокого загрязнения не обнаружили. Вот за 9 месяцев в этом году у нас высокое загрязнение считается 5 ПДК. Метеопост представляет собой небольшой оборудованный мобильный павильон, где несколько раз в сутки считываются показания приборов. Постоянное слежение за качеством воздуха идет по специальным программам. В итоге пункт дает объективную картину по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе производственной и жилой зоны. Нам нужны метеопосты. Если нужны, то где мы можем поставить метеопосты здесь вот в новом городе, например, на границе или там вы лучше меня знаете. На сегодняшний день на территории области действует 4 стационарных поста федерального значения и 7 постов регионального. Количество региональных постов увеличат уже до конца года. Специальные будки установят в Сурском Сенгилее, в Ульяновске, на Московском шоссе. На следующий год еще два поста появятся на верхней террасе в железнодорожном районе и еще один в рабочем поселке Мирный. Кроме этого, специальной рабочей группой создана дорожная карта по охране атмосферного воздуха не только в Заволжском районе Ульяновска, где сегодня сконцентрировано большинство вредных предприятий, но и на всей территории области. Для нас крайне важно следить за превышением допустимых концентраций отдельных видов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и своевременно принимать управленческие решения. В продолжение темы уже на совещании глава региона подвел итоги работы регионального государственного экологического надзора. Еще один раздел плана это связанное с атмосферным воздухом, состоянием водных объектов, почвенных ресурсов. Охрана и защита объектов животного мира тоже несомненно предмет нашего большого внимания. Состояние государственного лесного фонда, экологическое образование и воспитание, но и, что очень важно, в сегодняшний день повышение экологической привлекательности. За 9 месяцев текущего года профильным министерством совместно с правоохранителями и государственными отзорными органами проводились рейды в местах расположения возможных источников загрязнения атмосферного воздуха. По итогам проверок установлено 53 человека, занимающихся коммерческой деятельностью в Заволжском районе Ульяновска с нарушением норм законодательства об охране окружающей среды. Сумма наложенных штрафов составила 440 тысяч рублей. Однако глава региона отметил, что эконадзор по большей части должен иметь предупреждающий, а не карающий характер. Главное – предотвратить нарушения, а не душить бизнес. С этим согласились представители предприятий, для которых экологичное производство – не просто слова, а принцип ежедневной работы. «Если говорим о чистоте производства, это для нас очень важно, потому что с одной стороны мы должны заботиться о своих рабочих, которые здесь работают, и с другой стороны тоже есть окружающая среда. И тоже обращаю ваше внимание, что компания «Хэмпэд» построила здесь завод, и он есть самый новый, самый современный на этом момент вообще в мире». По итогам совещания принято решение о расширении деятельности региональной службы эконадзора. Уже на следующий год будут выделены дополнительные средства на увеличение штата сотрудников и активизации их работы во всех районах области. Кроме этого, губернатор поручил ответственным чиновникам информационно оповещать население о состоянии окружающей среды и загрязнении воздуха. Сделать это планируется через областные теле, радио, интернет и печатные издания. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Управды ТВ. Предметы быта в стиле советского поп-арта привезла в Ульяновске Елена Титова. Директор Всероссийского музея прикладного искусства открыл в Ульяновске редкую экспозицию. Где увидите, что ожидать от выставки, узнаете в материале Виктории Черковой. В музей Гончарова приехала столичная экспозиция «Романтика революции. Агитационное советское прикладное искусство». Плакаты с розовощекими работницами, ленинградский фарфор, не солитарной кобальтовой сеткой, а с народными серпами и молотами. 140 экспонатов пропитаны пропагандой социализма уже доступны публике. Их привезла Елена Титова, директор Всероссийского музея прикладного искусства. Елена Викторовна рассказала, какие арт-объекты особенно ей дороги. Каменная малая пластика – это коллекция, которая целиком является уникальной, одной из самых интересных и любимых. Особое внимание посетителей привлекает салфетка из мерного кружева – тонкая работа, которую украшает филигранно вышитый трактор. Предметы быта той эпохи эстетичны, но их главное предназначение вызывает желание трудиться во благо Родины. Редкие экспонаты собирали целые подразделения специалистов. Сначала сбором вещей, художественных промыслов и авторских вещей занимался научно-исследовательский Центр художественной промышленности. Затем специалисты, сотрудники научные, научные сотрудники нашего музея стали дополнять созданные коллекции. На торжественное открытие пришла и молодежь и состоявшиеся творческие деятели. Народному художнику Аркадию Ягуткину выставка понравилась. Мне лично хочется смотреть на все. На все. Подносы, вышивки, эти тарелки всякие, декоративные вещи, панно. Мне это очень интересно. И интересно с точки зрения пластики, выражения самого. «Вздувайте горный, куйте смело, пока железо горячо» – это лозунг с плаката, призывающего все делать вовремя и уверенно. В самом деле экспозиция получилась яркой и позитивной. Вдохновиться может любой желающий. Выставка работает до 15 декабря. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Управда ТВ. Главное – возраст в душе. 1 октября в России отмечается День пожилого человека. Принято считать, что это праздник людей категории 60+. Хотя какой уж тут праздник. Скорее, это череда мероприятий, направленных на дополнительное внимание к людям, которые нуждаются в заботе молодого поколения. К счастью, в Ульяновской области это больше повод обратить внимание на тех, для кого возраст в паспорте не главное. Яркий пример тому – Димитровградки Галина Карасева и Людмила Плотцева. Они на личном примере показывают, что пенсия – это только начало реализации желаний и мечтаний. Даже если речь идет о выходе на сцену. Театральная студия «Ретро» при Центре социального обслуживания доверия. Именно здесь на протяжении многих лет проводят в свободное время героини нашего сюжета Галины Карасева и Людмила Плотцева. Одной по паспорту за 70, другой – за 60. Руководитель студии «Ретро» Андрей Шкалов уверяет, что обойтись без их помощи ему было бы непросто. Мне очень крупно повезло, потому что ко мне приходят люди, глаза которых горят, несмотря на их возраст. И назвать их пенсионерами или старичками, как-то даже язык не поворачивается, я их всех ласково называю девушки и юноши. Конечно, их энергия, это дорогого стоит, это, наверное, это наследие все-таки того времени, в котором мы все воспитывались, еще той большой страны. И вот она сейчас в них бурлит и выплескивается как раз в это время. Одной из очередных побед над возрастом в паспорте для Галины Карасевой и Людмилы Плотцевой стал фестиваль «Театральные подмостки», который проходил на базе оздоровительного центра «Юность» в начале сентября. Губернаторский грант позволил собрать под Димитровградом почти 140 человек серебряного возраста изо всех муниципальных образований Ульяновской области для постановки театрального капустника «Сказ о царе Салтане». Каждого участника нужно было организовать и направить в нужное русло, чем, собственно, и занимались Карасева и Плотцева. Там, где в коллективе галка, значит, это будет порядок, она находит общий язык со всеми, ей все жалуются, ей все хвалятся, она расставляет. Вот идет, например, спектакль, идет массовка. Если галки нет, кто-то другой, все, у нас там валится. Если, значит, там галка, это все, она уже тыкает, ты иди сюда, ты сюда, ты куда встал, это не слышно, но она это все делает. Галина Ивановна и Людмила Степановна – подруги не только на сцене, но и в жизни. Более 30 лет назад они познакомились, будучи соседями по лестничной площадке. Мы разные, дополняем друг другу. Дополняем просто. Я более, может, гибче, она более ярче. И вот как-то получается, как Андрей Иванович, вас вот так помешать, и получится нормальный человек. Общаясь с этими активными и невероятно позитивными женщинами, язык не поворачивается назвать их пенсионерками. Как признаются наши героини, сидеть дома на одном месте для них – настоящая трагедия. Галина Карасева, свободная от репетиции время, уделяет внимание внукам и общественной деятельности в родном микрорайоне. Женщина выходит на субботники, в зимнее время кормит уток, печет им даже специальные лепешки. Кто бегает, прыгает до сих пор, куда не пойдешь, везде самое главное. Я ни у кого не спрашиваю, сколько лет. Но я там так бегаю, прыгаю, всех заведу, и каждый обязательно подходит. Сколько вам лет? А она, нам уже 55. А я сижу, думаю, так, мне под 70, вам 55. И они говорят, вы, наверное, еще на пенсию-то ушли. Встречается в жизни нашей героини немало курьезных ситуаций. Они также связаны с нынешней театральной деятельностью. Репетиционный процесс ведь может застать где угодно. Однажды, половики валенки, мы с ней сидим, она, значит, в общем, сваты. Сварливые ругаются. Ага. У меня сын, у нее, или наоборот, у нее сын. Ну, неважно. И вот мы начинаем репетировать, мужик сидел и говорит, бабы. Я говорю, они говорят, ну, что вы ругаетесь? Нельзя, чтобы дети, говорит, с вами жили. Нельзя. Ну, отдайте им, говорит, снимите им квартиру. Я говорю, да мы, говорю, роль репетиционный. Не поверим. Да, не поверим. В общем, лично мы еще раз убедились, что возраст – это не столько цифры в паспорте, сколько желание жить. Жить ярко и наперекор общепринятым нормам. Димитровградский театр-студия «Подиум» открыл новый сезон. Например, в спектакле «Три сестры» по одноименному произведению Чехова собрались зрители не только из славного города Атомщиков, но и из Ульяновска. Стоит отметить, что в этот вечер зрители наслаждались и постановкой, и преображением самого театра. Новые двери, новый интерьер фойе и, самое главное, новое кресло в зрительном зале. Подробнее об изменениях и новом спектакле расскажет корреспондент «Димгород-24» Марина Антуганова. Второй звонок. Зрители занимают места в обновленном зрительном зале. Главная достопримечательность начала этого сезона – новые кресла. Прибыли они в Димитровградский театр-студию «Подиум» из Краснодара. Очень удобно, уютно. Но нам всегда здесь приятно, всегда хорошо. Открывая премьерный вечер, руководитель подиума Владимир Казанжан вспоминает, как дался самодеятельному, но очень любимому димитровградцами театру этот ремонт. Новая мебель в фойе, новые двери, новое напольное покрытие. В год театра в России объявленным президентом Владимиром Путиным в подиуме, а разве что крышу не заменили. Слова благодарности звучали в адрес губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, с которым у подиумовцев очень давно сложились дружеские отношения. Два года назад у нас тут появился Сергей Иванович, и говорит, что тебе надо? Я думаю, ну что же мне надо? Мне много чего надо. Я говорю, главное кресло, кресло. Остальное все, ладно, кресло. Кресло были ужасные, если бы все полностью здесь были. Собственно, после этого визита и закипели ремонтные работы в подиуме. Все ли сделано в срок и качественно, главный меценат театра проверил лично. Гожусь тем, что это, конечно, не заслуга губернатора, а заслуга огромного количества людей, которые кто-то диверми, кто-то другим. Но драйвер. Счастья вам, успехов и нам всем удачи. Новый сезон в театре-студии «Подиум» начали с классики. Зритель увидел три сестры по одноименному произведению Чехова. Мне казалось, я не пережила. Ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко. Ты уже в белом платье, лицо твое сияет. Премьера получила только положительные отзывы зрителей. Удивлен такому профессионализму артистов. И, действительно, есть, оказывается, второй театр. Я об этом не знал. Я думал, есть основной. Есть еще «Подиум». Подиум, ну, такой вот комфортный мини-театр, куда ходят, наверное, избранные постоянные посетители. Мне очень понравился. Очень интересно. И, знаете, вот вроде бы такая связь между прошлым и будущим. Все правильно мы смотрим и переносим, как бы в наши тоже дни, на наше время переносим. И некоторые аптажи очень актуальны. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград-24, специально для Управда ТВ. В Ульяновске впервые выступил Российский национальный молодежно-симфонический оркестр. Это самый молодой оркестр страны, но в первый же год своего существования он стремительно вошел в музыкальную жизнь России. Российский национальный молодежно-симфонический оркестр дал в Ульяновске два концерта на сцене Ленинского мемориала. Дирижировал худрук и главный дирижер Ульяновского государственного симфонического оркестра губернаторский Илья Дербилов. Надо сказать, что это проект уникальный по своей сути, потому что в своем составе этот оркестр объединяет, наверное, лучших молодых музыкантов нашей страны. И участие нас, Ульяновской филармонии, и в частности мое, это, наверное, такой очень добрый знак. Почему? Потому что мы явились первым, наверное, симфоническим оркестром, первым коллективом, с кем подписано определенное соглашение, договор о сотрудничестве. И вот, в частности, мое участие в этих двух концертах, оно открывает перед нами очень большие перспективы. Зрителями второго концерта стала ульяновская молодежь. И это не случайно. Оркестр, который состоит из ста молодых исполнителей, привлекает в мир музыки молодежную аудиторию. Просветительские программы построены как увлекательный экскурс в историю симфонической музыки. Ориентироваться в мире музыки публике помогают комментарии молодого музыковеда Ярослава Тимофеева. Человека, который умеет говорить с молодежью о музыке, очень интересно и точно. Всегда находит слова, способные увлечь слушателя любого возраста. Нам нравится не только самим любить классическую музыку, нам очень нравится влюблять в нее. И вы сказали достучаться. У нас как раз будет... Сегодняшний концерт будет начинаться со стука. Так судьба стучится в дверь. Знаменитая Пятая симфония Бетховена. Так что мы, по крайней мере, постучимся в эти души, а потом уже посмотрим, что получилось. Концерты молодежного симфонического оркестра отличает особая атмосфера. Прошедшие строгий отбор музыканты полны желания добиваться больших профессиональных результатов и щедро делятся своими эмоциями с публикой. Согласно соглашению, подписанному между Ленинским мемориалом и Московской филармонией, в дальнейших турне российского национального молодежного симфонического оркестра также примут участие три молодых ульяновских музыканта. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. В Ульяновске завершился фольклорный фестиваль «Истоки, рожденные на Волге». Одноименный проект запустили ульяновские музейщики еще в прошлом году, пригласив к участию музей Привозского федерального округа. Подробнее в нашем материале. От старообрядческой одежды Пермского края до уникальных образцов женской одежды Саратовской губернии. На фольклорный фестиваль, прошедший в Краевеческом музее, съехались представители всех регионов Поволжья. С собой привезли богато украшенные костюмы, музыкальные инструменты, украшения, предметы быта. Поэтапное представление каждому участнику своего региона, мне кажется, это как раз проект, который позволяет увидеть, с одной стороны, увидеть разнообразие национальностей нашего Привозского федерального округа, но и в то же время увидеть, что мы не столь различны. Национальные мотивы звучали и в фойе музея. Коллективы из Мордовии, Чувашии, Башкиль, Удмуртии представили свои лучшие номера. Ульяновскую область представили ансамбли «Жихарка», «Волга» и «Отрада». Истоки, рождённые на Волге. Проект, партнёрами которого стали 57 музеев по Волжье, был поддержан фондом президентских грантов. Главная цель – показать единство жителей страны через культуру разных народов. Выставка, она пойдёт по привозкам федерального округа, по субъектам Российской Федерации, ну и думаю, что даёт до Удмуртской республики. Поэтому вот такая встреча, она позволит нам чаще встречаться, больше общаться. Из Ульяновской экспонаты отправятся в другие регионы участники проекта. Проект завершится в октябре итоговым собранием Совета музеев ПФО, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Анна Тищенко, Новости Уллправды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 2 октября в регионе ожидается дождливая погода. Немного потеплеет, температура воздуха поднимется до 16 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду, магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова